Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу вам показать одну из центральных улиц города Днепропетровска. Ранее сейчас Днепр. Это улица Шевченко. Улица Шевченко считается одной из центральных улиц. Ее, друзья, я вам покажу так, что очень большая улица. Я встала с самого верха, чтобы было видно. Одна из центральных улиц нашего города. Проходит улица Шевченко от улицы Олеси Гончара. Обывшая это была улица Кирова. Еще ранее Полтавская. Спускается с холма, параллельно проспекту Дмитрия Яворницкого. А ранее была Карломарцев. И ту улицу пересекают. Такие улицы Василия Жуковского, Владимира Масаковского, Клары Цепкин. Ранее это была улица Гоголя. Из Полтавского. Гоголя. Это улица Гоголя. Так, мы стоим как раз на перекрестке этих улиц. И идем в сторону из Полтавского. Также пересекает улица Сочевых Стрельцов. Ранее это была улица Артема. Я по ней спускалась и сюда и привыкла к вам. Также Михаила Грушевского. Ранее это была улица Котлолитная. А продолжением этой улицы Узнается Троицкая и Красная Троицкая. Ранее. В Генплане. Хочу сделать так, чтобы лучше было видно, друзья. Чуть-чуть. Вот. Мы идем вниз улицы Исполкомовской. Очень много строительства. Ранее в Генплане Екатеринослава Эта улица Называлась Ивана Старова. А затем ее переименовали в улицу Полицейскую. Весь вот этот квартал, который я назвала, он ранее принадлежал Ранее принадлежал Екатеринославской духовной семинарии. Остаток этой семинарии находится на улице Шевченко, номер 8. Это строение. И также в подвале Днепровского лице информационных технологий. Вот такой вот исторический Нагорный район. Как видим, находится прямо на горе. Вот такую вот небольшую историю вам рассказала, а теперь покажу. А теперь посмотрим, друзья. Посмотрим, строится. Город наш строится, как и везде идет строительство. Строятся многоэтажные дома, жилые дома. Сейчас поверну, еще покажу. Жилой дом строится вдалеке, но тоже на улице Шевченко. Улица Шевченко это центр, поэтому здесь очень дорогие офисы. Поэтому и жилье не дешевое здесь. Спускаемся по улице Шевченко вниз. Какая-то Екатеринославка еще стоит. Сейчас мы посмотрим, какой здесь адрес. А здесь адрес 39, но окон уже нет. Или реставрация, или уничтожение. Что-то одно из двух. Ну да, здесь такое вот строительство, громадное. Как бы меня отсюда сейчас не погнали. Не погнали. Ну и стройки, и это они везде. Сейчас эта улица перекрыт. Какая-то издалека покажу. Красиво смотрится. С высоты. С высоты не тричьего полета, но с высоты. Да, да. Перекрыто, потому что... Оп! О, нет. Везде, везде стройка. Везде. Стройки, стройки, стройки. Там станция метро. Вдалеке перекрыли за станцию метро. Вдалеке. О, нет. Вдалеке. Нормально. Вдалеке. Продолжение следует... 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 И выходим мы на Карла Марса сейчас. На улицу. С этой улицы можно проехать на улицу Барикадная. Вдалеке видна синагога. Сейчас я развернусь, покажу вам, друзья. Вот такая красивая вот эта. Можно отдохнуть, посидеть. И вдалеке видна синагога. Самый центр. Пройдем дальше. И вот мы и на Карла Марса. Карла Марса это был в прошлом. Называли. А сейчас эта улица называется Михаила Грушевского. Это и есть центр, откуда, как сказать, все начиналось. Весики Екатеринослав начинался с этой центральной улицы. Здесь больше всего старых зданий Екатеринок. Все, возвращаемся назад. Прошли буквально пять минут. Совсем все рядом здесь. Сейчас покажу. Друзья, какого? Ой, ну привет. Как дела? Ты кто? А кто его знает? Покажу издалека. Ну, а сапоги его уже затерли. Сапоги. Мы тоже по треху. Почистим ему сапожки. Поехали дальше. А мы поехали дальше. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Кто подписался, пишите мне ваши комментарии, пожелания. И сегодня вот я была на улице Шевченко и решила вам показать часть этой улицы. А вот так потихонечку буду учить вас с городом Днепр. Когда-то он назывался Днепропетровск. И вот интересно, когда назывался он Днепропетровск, все днепропетровчане называли его просто Днепр. Сейчас же, когда перезвали, провели декоммунизацию и назвали город Днепр. Теперь все возмущаются. Нам не нравится то, что нам навязывают. Теперь все возмущаются и называют город Днепропетровск. Ну вот так устроена жизнь. Мы не любим, когда нами руководят, когда нам указывают. Когда он был в Днепропетровск, быстрее было говорить Днепр. Сейчас, когда назвали его Днепр, большинство называет его Днепропетровск. Ну, как бы ни было, это был город и Екатеринаслава, и Днепропетровск. И сейчас Днепр, а самое главное, очень красивый и счастливый город. И теплый. Друзья, до новых встреч в эфире. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всем хорошего дня. Пока-пока.